Солдатские сапоги, шкатулка или фотоаппарат военкора. У каждой вещи есть своя история. Через нее можно узнать, чем была война для обычного человека. В нашем музее есть удивительный предмет. Казалось бы, обычная рубаха. Да необычная. Этой рубахе уже больше ста лет. В 1914 году, перед Первой мировой войной, для своего жениха, молодого мужа, перед тем, как ему идти на Первую мировую, и перед войной вышла невеста, эту рубаху. Венчальная рубаха с Вологодской области. Он, жених, прошел Первую мировую войну. В 1939-1940 прошел Финскую и прошел Великую Отечественную войну. В 1944 году, когда эта территория была освобождена, он по ранению был демобилизован. И всей семьей они приезжают к нам в город Суаярви на восстановление города после разрухи. И эту рубаху два года назад, буквально после открытия музея, подарила его дочь, Хлопина Ангелина Захаровна. Она до сих пор живет в нашем городе Суаярви. Ей уже далеко за 80 лет. Но она очень такая бодренькая, часто посещает наш музей. Вот она нам и передала эту историю, что ее мама, вот как раз только поженились, и мужа забирают на войну, на Первую войну в 1914 году. И вот она мужу своему сделала такую рубаху. Не знаю, носил ли он ее каждый день, носил ли он ее под гимнастеркой, мы этого и не знаем. Но то, что она с ним прошла все три войны, это вот дочка Ангелина Захаровна говорит, что это точно. Она не на машинке шита. Посмотрите, она вот вручную, миленький-миленький стежок. Это все сшито вручной, не на швейной машине. И вышивка крестом. Вот такая вот удивительная рубаха, которая действительно является оберегом. Потому что мужчина прошел три войны и остался в живых. Вот обережная вышивка, она не характерна для Карелии. Здесь мы можем видеть то ли лоза, то ли смородина вышитая. Но это вот рубашка именно Вологодская, из домотканного холста льниного, она не отбелена вольна. Вот столько любви было вложено. Думаю, что вот она защищала мужчину от войн.